Привет, с вами я, Лерия Лин, и сегодня в мои жадные лапки попал рождественский Баттл Форс 2020 года. Вот эти прекрасные некроны. Отличное дополнение к моей коллекции и в мою личную династию Некронтир. Здесь у нас 27 миниатюр, имморталы, вориоры, техномансер, паук, Лич Горды, они же притарианцы, Некронская коса, Триахсталкер из Карабеи. Из новинок здесь только воины из Карабеи, но еще техномансер более-менее новый, 18-го года. Все остальное старое, древнее, но от этого не менее прекрасное. Откроем, посмотрим, что у нас внутри. Ждала я эту коробку с ноября, с тех пор, как заказала. Вот только вчера она ко мне приехала. В общем, здесь у нас гора литников. Вот они, вориоры из Карабеи, такой же литник, какой положили нам в Индомитус. Надеюсь, что пластик здесь получше, потому что предыдущие мне, конечно, доставили много страданий. Дальше у нас идут притарианцы, они же Лич Горды. Здесь очень много разных закачек, так что можно миксовать эти пять миниатюр, как угодно, и собрать из них просто разные варианты. Я на них тренировалась красить, и, в общем, они очень клевые, так скажу. Теперь у нас имморталы, в которых также можно собрать дизмарок. Пять миниатюр, три вида оружия, в общем, все детальное, все отличное. Так что тут есть очень большой выбор. Я еще подумаю, кого именно я соберу с этого литника. Канаптековый паучок, в общем, такой один литник, детальный, отличный. Если посмотреть, это у нас 2011 год. Просроченный литник подкинули. Не этого и даже не прошлого года. Техномансер. Отлит еще в 2017 году, но вышел официально только в 2018. Теперь у нас Триарх Сталкер, в общем, вот такая отличная миниатюра. И, кстати, лапки не цельные, а из двух половинок. Видимо, в 2011 году, к которому принадлежит форма, еще не научились делать цельные лапки. Теперь уже делают и гораздо больший объем. Вот такой второй литник. Причем здесь у нас тоже три вида оружия. Вот они. Но из-за идиотского крепления надо будет искать какую-то замену. Потому что я хочу поставить все три. И все три использовать на магнитах. Так что, видимо, придется походить по литейкам и поискать. Я думаю, там это предусмотрели. И еще два литника. Некронская коса. Мне больше всего нравится эта миниатюра. Она такая тяжеловесная, устрашающая. Может быть, я себе и вторую заведу. Несмотря на угловатости, какую-то, ну, не знаю, тяжеловесность, выглядит она в итоге очень круто. Мне она нравится. В общем, я очень довольна тем, что она у меня появилась. Я думаю, она станет украшением моей армии. В общем, гора вот таких подставочек. Первый раз вижу, чтобы их в пакетик положили. Еще подставки. Вот это, я так понимаю, для канаптекового паука. Это для некронской леталки. Ну, это я не помню. Тоже, видимо, к пауку принадлежит. Положили нам декальки. Ну, я их, честно говоря, не использую для некронов. Поэтому, скорее всего, они пойдут куда-нибудь на Терейн. Или еще на что-нибудь придумаю. Гора инструкций. На любой вкус. Вориоры. Имморталы. Притарианцы, они же личь горды. Канаптековый паук. Техномансер. Видимо, из блистера. Триарх сталкер. И некронская коса. В общем, весь набор у нас тут есть. Наконец-то эти Баттлфорсы появились в продаже. Так что, если кто-то собирает некронов, ну, или хочет начать эту армию, это отличный врыв в свою династию. Экономия здесь составляет чуть больше 7 тысяч рублей. Ну, по старым ценам, до подорожания. Ну, и сейчас, я думаю, экономия тоже будет очень-очень немаленькая. Потому что по отдельности все это покупать дорого. Да, конечно, здесь миниатюр много старых. Но некроны, благодаря свежему кодексу, играют довольно неплохо. Поэтому надо ловить момент и брать, я так лично считаю. В общем, я очень довольна своим приобретением. Со временем все это соберу, покрашу, поиграю. И это отличное продолжение моей личной гробницы. Фактически, мне сейчас не хватает только монолита и новых криптеков. Но я думаю, со временем я их всех докуплю. Всем спасибо за внимание. Хорошего дня, настроения. Не переключайтесь. Нас ждет еще много интересного. Продолжение следует...